Антигона В июне из имения матери студент поехал к дяде и тёте. Нужно было проведать их, узнать, как они поживают, как здоровье дяди, лишившегося ног генерала. Студент отбывал эту повинность каждое лето и теперь ехал с покорным спокойствием. Не спеша читал в вагоне второго класса, положив молодую круглую ляжку на отвал дивана, новую книжку о Верченке. Рассеян осмотрел в окно, как опускались и подымались телеграфные столбы с белыми фарфоровыми чашечками в виде ландышей. Он похож был на молоденького офицера, только белый картуз с голубым околышем был у него студенческий. Всё прочее на военный образец. Белый китель, зеленоватые рейтузы, сапоги с лакированными голенищами, портсигар с зажигательным оранжевым жгутом. Дядя и тётя были богаты. Когда он приезжал из Москвы домой, за ним высылали на станцию тяжёлый тарантас, пару рабочих лошадей и не кучера, а работника. А на станции дяди он всегда вступал на некоторое время в жизнь совсем иную, в удовольствие большого достатка, начинал чувствовать себя красивым, бодрым, манерным. Так было и теперь. Он с невольным фатовством сел в лёгкую коляску на резиновом ходу, запряжённую резвой караковой тройкой, которой правил молодой кучер в синей поддёвке без рукавки и шёлковой и жёлтой рубахи. Через четверть часа тройка влетела, мягко играя россыпью бубенчиков и шипя по песку вокруг цветника шинами, на круглый двор обширной усадьбы, к перрону просторного нового дома в два этажа. На перрон вышел взять вещи росло-слуга в полубачках, в красном с чёрными полосами жилете и штиблетах. Студент сделал ловкий и невероятно широкий прыжок из коляски. Улыбаясь и раскачиваясь на ходу, на пороге вестибюля показалась тётя. Широкий чесучёвый балахон на большом дряблом теле, крупное обвисшее лицо, нос якорем и под коричневыми глазами жёлтые подпалины. Она родственно расцеловала его в щёки, он с притворной радостью припал к её мягкой тёмной руке, быстро подумав, целых три дня врать вот так, а в свободное время не значит, что с собой делать. Притворный, поспешно отвечая на её притворно заботливые расспросы о маме, он вошёл за ней в большой вестибюль, с весёлой ненавистью взглянул на несколько сгорбленное чучело бурого медведя с блестящими стеклянными глазами, тасолапа, стоявшего во весь рост у входа на широкую лестницу, верхний этаж, и услужливо державшего в когтистых передних лапах бронзовое блюдо для визитных карточек. И вдруг даже приостановился от отрадного удивления. Кресло с полным бледным голубоглазым генералом ровно катил навстречу к нему высокая статная красавица в сером холстинковом платье. В белом переднике и белой косынке с большими серыми глазами, вся сияющая молодостью, крепостью, чистотой, блеском холёных рук, матовой, белизной лица. Целуя руку дяди, он успел взглянуть на необыкновенную стройность её платья и ног. Генерал пошутил. «А вот это моя антигона, моя добрая путеводительница, хотя я и не слеп, как Эдип, и особенно на хорошеньких женщин. Познакомьтесь, молодые люди». Она слегка улыбнулась, только поклоном ответила на поклон студента. Рослый слуга в полубочках и в красном жилете провёл его мимо медведя наверх. По блестящей тёмно-жёлтым деревом лестнице с красным ковром посредине и по такому же коридору ввёл в большую спальню с мраморной туалетной комнатой рядом. На этот раз в какую-то другую, чем прежде, и окнами в парк, а не во двор. Но он шёл, ничего не видя. В голове всё ещё вертелась весёлая чепуха, с которой он въехал в усадьбу. «Мой дядя самых честных правил». Но стояло уже и другое. Вот так женщина. Напивая, он стал бриться, мыться и переодеваться, надел штаны со штрипками, думая, бывают же такие женщины. И что можно отдать за любовь такой женщины? И как же это при такой красоте катать стариков и старух в креслах на колёсиках? И в голову шли нелепые мысли. Вот взять и остаться тут на месяц. На два. Втайне от всех войти с ней в дружбу, в близость, вызвать её любовь, потом сказать «Будьте моей женой, я весь и навеки ваш». Мама, тётя, дядя, их изумление, когда я заявлю им о нашей любви, не нашем решении соединить наши жизни, их негодование, потом уговоры, крики, слёзы, проклятия, лишение наследства. Всё для меня, ничто ради вас. Сбегая с лестницы к тёте и дяде, их покои были внизу, он думал. Какой, однако, вздор лезет мне в голову. Остаться тут под каким-нибудь предлогом, разумеется, можно. Можно начать незаметно ухаживать, прикинуться безумно влюблённым. Но добьёшься ли чего-нибудь? А если и добьёшься, что дальше? Как развязаться с этой историей? Правда, что ли, жениться? Сейчас он сидел с тётей и дядей в его огромном кабинете с огромным письменным столом, с огромной тахтой, покрытой туркистанскими тканями, с ковром на стене, над ней крест-накрест увешанными восточным оружием, с инкрустированными столиками для курения, а на камине с большим фотографическим портретом в палисандровой рамке под золотой коронкой, на котором был собственноручно вольный розчерк. Александр. «Как я рад, дядя и тётя, что я опять с вами!» — сказал он под конец, думая о сестре. «И как тут чудно у вас! Ужасно будет жаль уезжать!» «А кто ж тебя гонит?» — ответил дядя. «Куда тебе спешить? Живи себе, покуда не наскучит!» «Разумеется!» — сказала тётя рассеянно. Сидя и беседуя, он непрестанно ждал. Вот-вот войдёт она, объявит горничная, что готов чай в столовой, и она придёт катить дядю. Но чай подали в кабинет. Вкатили стол серебряным чайником на спиртовке, и тётя разливала сама. Потом он всё надеялся, что она принесёт какое-нибудь лекарство дяде. Но она так и не пришла. Ну и чёрт с ней! Подумал он, выходя из кабинета, вошёл в столовую, где прислуга спускала шторы на высоких солнечных окнах, заглянул зачем-то направо в двери зала, где в предвечернем свете отсвечили в паркете стеклянные стаканчики на ножках рояля. Потом прошёл налево в гостиную, за которой была диванная, из гостиной вышел на балкон, спустился к разноцветно-яркому цветнику, обошёл его и побрёл по высокой тенистой аллее. На солнце было ещё жарко, и до обеда оставалось ещё два часа. В семь с половиной в вестибюле завыл гонг. Он первый вошёл в празднично сверкающую люстру и столовую, где уже стояли возле столика у стены жирный бритый повар во всём белом, и под крахмалином худощёки-лакей во фраке и белых вязаных перчатках, и маленькая горничная, по-французски субтильная. Через минуту молочно-седой королевы, покачиваясь, вошла тётя в палевом шёлковом платье с кремовыми кружевами, с наплывами на щиколотках, над тесными шёлковыми туфлями, и, наконец-то, она. Но, подкатив дядю к столу, она, тотчас не оборачиваясь, плавно вышла. Студент успел только заметить странность её глаз. Они не моргали. Дядя покрестил грудь светло-серой генеральской тужурки мелкими крестиками. Тётя и студент истово перекрестились, стоя, потом именимно сели, развернули блестящие салфетки. Размытый, бледный, с причесанными, мокрыми, жидкими волосами дядя особенно явно показывал свою безнадёжную болезнь. Но говорил и ел много и со вкусом. Пожимал плечами, говоря о войне. Это было время русско-японской войны. За коим чёртом мы затеяли её? Лакей служил оскорбительно, безучастно. Горничная, помогая ему, семенила изящными ножками. Повар отпускал блюда с важностью истукана. Ели горячую, как огонь, на лимью уху кровавый ростбиф, молодой картофель, посыпанный укропом. Пили белое и красное вино князя Голицына, старого друга дяди. Студент говорил, отвечал, поддакивал с весёлыми улыбками. Но, как попугай с тем вздором в голове, с которым давеча переодевался, думал, а где же обедает она? Неужели с прислугой? Их ждал минуты, когда она опять придёт, увезёт дядю и потом где-нибудь встретится с ним. И он перекинется с ней хоть несколькими словами. Но она пришла, угодила кресло и опять где-то скрылась. Ночью осторожно и старательно пели в парке соловьи. Входила в открытые окна спальни свежесть воздуха, росы и политых на клумбах цветов. Холодило постельное бельё голландского полотна. Студент полежал в темноте и уже решил перевернуться к стене и заснуть, но вдруг поднял голову, привстал, раздеваясь, он увидел в стеневую изголовье кровати небольшую дверь. Из любопытства повернул в ней ключ и нашёл за ней вторую. Попробовал её, но оказалось, что она заперта снаружи. Теперь за этими дверями кто-то мягко ходил, что-то таинственно делал, и он затаил дыхание. Соскользнул с кровати, отворил первую дверь, прислушался, что-то тихо зазвенело на полу за второй дверью. Он похолодел. Неужели это её комната? Он приник к замочной скважине. Ключа в ней не было, к счастью, увидел свет, край туалетного женского стола, потом что-то белое, вдруг вставшее и всё закрывшее. Было несомненно, что это её комната. Чья же иначе? Не поместят же тут горничную, а Мария Ильинична, старая горничная тётя, спит внизу, возле тётиной спальни. И он точно заболел сразу её ночной близостью, вот тут, за стеною и её недоступностью. Он долго не спал, проснулся поздно, и тотчас опять почувствовал, мысленно увидал, представил себе её ночную прозрачную сорочку, босые ноги в туфлях. Впору нынче же уехать, подумал он, закуривая. Утром пили кофе каждый у себя. Он пил, сидя в широкой ночной рубахе, дяди, в его шёлковом халате, и с грустью бесполезности рассматривал себя, распахнув халат. За завтраком в столовой было сумрачно и скучно. Он завтракал только с тётей. Погода была плохая. За окнами мотались от ветра деревья, над ними сгущались облака и тучи. «Ну, милый, я тебя покидаю», сказала тётя, вставая и крестясь. «Развлекайся, как можешь, а меня и дядю уж извини по нашим немощам, мы до чаю сидим по своим углам». «Верно, дождь будет, а то бы ты мог прокатиться верхом». Он бодро ответил, «Не беспокойтесь, тётя, я займусь чтением». И пошёл в диванную, где все стены были в полках с книгами. Пройдя туда по гостиной, он подумал, что, может быть, всё-таки следует приказать оседлать лошадь. Но в окна были видны разнообразные дождевые облака и неприятная металлическая лазурь среди лиловатых туч над качающимися вершинами деревьев. Он вошёл в уютную, пахнущую сигарным дымом диванную, где под полками с книгами кожные диваны занимали целых три стены. Посмотрел некоторые корешки чудесно переплетённых книг и беспомощно сел. Утонул в диване. Да, адова скука. Хоть бы просто так увидать её, поболтать с ней, узнать, какой у неё голос, какой характер, глупа ли она, или, напротив, очень себе на уме, скромно ведёт свою роль до какой-нибудь благоприятной поры, вероятно, очень блюдущая себя и знающая себе цену стерва, и, скорее всего, глупа. Ну, до чего хороша. И опять ночевать рядом с ней. Он встал, отворил стеклянную дверь на каменные ступени в парк. Услыхал щёлканье соловьёв за его шумом, но тут как-то понесло прохладным ветром по каким-то молодым деревьям влево, что он вскочил в комнату. Комната потемнела, ветер летел по этим деревьям, пригнув их свежую зелень, и стёкла двери и окон заискрились острыми брызгами мелкого дождя. А им всё нипочём, громко сказал он, слушая долетающие со всех сторон из-за ветра то отдалённое, то близкое щёлканье соловьёв. И в ту же минуту услыхал ровный голос. «Добрый день!» Он взглянул и оторопел. В комнате стояла она. «Пришла обменять книгу», сказала она с приветливым бесстрастием. «Только и радости, что книги», прибавила она с лёгкой улыбкой и подошла к полкам. Он пробормотал. «Добрый день!» «Я и не слыхал, как вы вошли». «Очень мягкие ковры», ответила она и, обернувшись, уже длительно посмотрела на него своими неморгающими серыми глазами. «А что вы любите читать?» спросил он, немного смелее встречая её взгляд. «Сейчас я читаю Мапасана «Октава Мирбо». «Ну да, это понятно, Мапасан всем женщинам нравится, у него всё о любви. А что же может быть лучше любви?» Голос его был скромен, глаза тихо улыбались. «Любовь, любовь», сказал он, вздыхая. «Бывают удивительные встречи, но...» «Имя, отчество, сестра?» «Катерина Николаевна, а ваши?» «Зовите меня просто Павлик», ответил он всё больше смелее. «Вы думаете, что я вам тоже в тёте горжусь? Дорого бы я дал иметь такую тётю. Пока я только ваш несчастный сосед». «Неужели это несчастье?» «Я слышал вас нынче ночью. Ваша комната оказывается рядом с моей». Она безразлично рассмеялась. «И я вас слышала. Нехорошо подслушивать и подсматривать». «Как вы непозволительно красивы», сказал он, в упор рассматривая серую пестроту её глаз, матовую белизну лица и лоск тёмных волос под белой косынкой. «Вы находите? И хотите не позволить мне быть такой?» «Да. Одни ваши руки могут с ума свести». И он с весёлой дерзостью схватил левой рукой её правую руку. Она, стоя спиной к полкам, взглянула через его плечо в гостиную и не отняла руки, глядя на него со странной усмешкой, точно ожидая, «Ну, а дальше что?» Он, не выпуская её руки, крепко сжал её, оттягивая к низу, правой рукой охватил её поясницу. Она опять взглянула через его плечо и слегка откинула голову, как бы защищая лицо от поцелуя, но прижалась к нему выгнутым станом. Он, с трудом переводя дыхание, потянулся к её полураскрытым губам и двинул её к дивану. Она нахмуре закачала головой, шепча, «Нет-нет, нельзя, лёжа мы ничего не увидим и не услышим», и с потускневшими глазами медленно раздвинула ноги. Через минуту он упал лицом к её плечу. Она ещё постояла, стиснув зубы, потом тихо освободилась от него и стройно пошла по гостиной, громко и безразлично говоря под шум дождя. «О, какой дождь!» А наверху все окна открыты. На другое утро он проснулся в её постели. Она повернулась в нагретом за ночь сбитом постельном белье на спину, закинув голую руку за голову. Он открыл глаза и радостно встретил её неморгающий взгляд, с обморочным головокружением почувствовал терпкий запах её подмышки. В дверь кто-то торопливо постучался. «Кто там?» спокойно спросила она, не отстраняя его. «Это вы, Мария Ильинична?» «Я, Катерина Николаевна». «В чём дело?» «Позвольте войти, боюсь, кто-нибудь меня услышит, побежит и напугает генеральшу». Когда он выскочил в свою комнату, она неспеша повернула ключи в замке. «Его превосходительство что-то нехорошо, надо, думаю, пикюр сделать», зашептала входя Мария Ильинична. «Слава Бог, генеральша ещё спит, идите скорее». Глаза Марии Ильиничны уже округлились, как у змеи, говоря, она вдруг увидела возле кровати мужские туфли. Студент убежал босиком. И она тоже увидела туфли и глаза Марии Ильиничны. Перед завтраком она пошла к генеральше и сказала, что должна внезапно уехать. Стала спокойно врать, что получила письмо от отца, известие, что её брат тяжело ранен в Маньчжурии, что отец по своему вдовству совсем один в таком горе. «Ах, как я понимаю вас», сказала генеральша, уже всё знавшая от Марии Ильиничны. «Ну, что ж делать? Поезжайте. Только пошлите со станции Депешу доктору Кривцову, чтобы он немедленно приехал и побыл у нас, пока мы найдём другую сестру». Потом она постучалась к студенту и сунула ему записочку. «Всё пропало, я уезжаю». Старуха увидала возле кровати ваши туфли. Не поминайте лихом. За завтраком тётя была только немного печальна, но говорила с ним, как ни в чём не бывало. «Ты слышал?» «Сестра уезжает к отцу. Он один, брат её страшно ранен». «Слышал тётя. Вот несчастье это война, сколько горя повсюду. А что всё-таки было с дядей?» «А слава Богу, ничего серьёзного. Он ужасно мнителен, сердце будто, но всё это от желудка». В три часа Антигона увезли на тройке на станцию. Он, не поднимая глаз, простился с ней на перроне, будто случайно выбежав, чтобы велеть оседлать лошадь. Он готов был кричать от отчаяния. Она помахала ему из коляски перчаткой, сидя уже не в косынке, а в хорошенькой шляпке.